Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас традиционно прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните. Мы очень ждем ваших звонков, потому что это позволяет нам вести, наверное, предметный разговор, да, Алексей, а не фантазировать, как мы неоднократно говорили. И в начале передачи я хотела бы протянуть ниточку с прошлой передачи. В прошлый раз нам позвонила Елена, которая сказала, что она заболевает. Надеюсь, у вас, Елена, все хорошо. Вы смотрите нашу программу. Желаю вам крепкого здоровья и всем болеющим в выздоровлении. Ну, я присоединяюсь к пожеланиям. И я бы не противопоставлял, и не стоит противопоставлять, на мой взгляд, ну, какие-то, может быть, наши абстрактные рассуждения или кажущиеся абстрактными. Ну, по крайней мере, обсуждения, которые собирают какой-то опыт, да, в психотерапии, в психологии, вообще в общении между людьми, и опыт, ну, отдельных звонков, отдельных историй. Потому что, говоря о случаях вообще, о каких-то позициях, может быть, мы даем, в том числе зрителям, понять вообще, на каком языке об этом можно говорить, как это вообще звучит, и даем возможность, на мой взгляд, ну, попробовать выразить то, что беспокоит их определенными словами, может быть, да, в определенной какой-то стилистике, я не знаю, ну, то, как им покажется уместным, да, но, по крайней мере, известно, что здесь это можно. Так что звоните, действительно, мы ждем, мы отказались в нашей передаче от тематизации, я уже об этом говорил, и мы ждем ваших звонков, ну, и немножко языками втекаем в разговор, ну, их надо разогревать. Пока мы ждем участия от наших телезрителей. О, у нас есть звонок, мне подсказывают. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это я, Елена. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, рада вас слышать. Мне хочется сегодня предложить поговорить, продолжить немного темы. В таком ключе опыт варенья или просто опыт какого-то душевного страдания приводит к тому, что люди замыкаются и не знают, как говорить. И сам по себе шаг признать сложность и об этом начать говорить, но, наверное, это один из самых тяжелых. Я от многих слышу вокруг, что пойти и первый раз что-то о себе рассказать, но это почти подвиг. Может быть, об этом? Елена, я правильно слышу? Вы сужаете вопрос до опыта душевного боления или другими заболеваниями какими-то? Или это все сюда подходит, в эту категорию? Мне кажется, это какая-то универсальная ситуация. И в случае, если душевное заболевание, физическое заболевание, в принципе, признать вот эту свою слабость и начать об этом говорить, кажется, что у меня настолько враждебно, что скажи о своей слабости и тебя добьют окончательно. И вот сделать этот шаг и довериться миру, и открыться, это, ну, это правда сложно. Елена, а это единственное, вы как раз стали отвечать на мой вопрос, я хотел его задать, ну, что, на ваш взгляд, является трудностью для того, чтобы начать говорить о том, что происходит, вот переживание слабости или, может быть, что-то еще? Ну, наверное, ну, есть какое-то такое представление о том, что показывать надо сильные стороны, а все, что слабое, про это нужно стыдиться и прикрывать. И вот это вот переживание стыда, что, ну, как же так я справилась, я не такая, оно в том числе, оно возникает раз за разом, на каждом шаге, на каждом обращении. И это, ну, как такой постоянный шлейф, уже просто как, как что-то, что, ну, как вот, факт жизни. Ну, да, это есть, вижу и думаю, что, ну, мне кажется, это, это то, о чем стоит говорить, что, чтобы дальше, ну, чтобы этого было меньше, чтобы, я не знаю. Елена, скажите, пожалуйста, у вас есть в жизни люди, кому вы можете рассказать о своих болезнях без стыда, без страха, что вас заклюют? Сейчас, да. Это была как-то как специальная работа, у вас таких людей. А что помогло вам говорить? Ну, вот, начать говорить? Ну, наверное, безысходность. То есть, когда, когда совсем плохо, тут уже, а то только говорить и остается. И, собственно говоря, какой-то вот этот опыт того, что я сказала, а все не разрушилось, и даже чуть-чуть стало лучше, ну, как бы, вот это вот и дает надежду, что это правильно. Лен, а можно я такую, ну, штуку сейчас сделаю, попробую развернуть наш разговор? Вот мы же сейчас находимся в процессе, собственно, говорения вами о каком-то опыте. То есть, вы одновременно говорите о своем опыте, и одновременно у нас сейчас этот опыт происходит. Вот что дает силы сейчас, как это сейчас вам, ну, вот, звонить и говорить, задавать этот вопрос? Страшно и тревожно, но дегрожат. Это, ну, это тоже про безысходность или это про что-то другое? Потому что, ну, как бы, я думаю о ваших переживаниях, и думаю, где мои переживания в этот момент. Я попробую, да, я попробую по-другому спросить. Вот мне интересно, вот вы описываете мир как, ну, допустим, да, как небезопасный. Вот я сейчас в нашем разговоре с вами участвую, думаю, вы тревожитесь. Я сейчас и Елена представители этого мира. Я про себя знаю, что я не думаю, что я сейчас, ну, опасный или какой-то агрессивный. Ну, вот насколько я способен в себя заглянуть. Я думаю, что создает это напряжение между нами, что вы продолжаете бояться, и я продолжаю тревожиться. Хотя на таком чисто логическом уровне мы друг другу сказали, что мы не опасны друг другу. Я тревожусь. Я могу даже пояснить, о чем я тревожусь. Я слышу переживания Елены, и я чувствую некую ответственность, что я ступаю такую на неизвестную территорию, на такое минное поле, где надо идти очень осторожно. Ну, у меня в голове сидит вот это «не навреди». Как зайти в болезненную тему, поговорить о болезни, и при этом не причинить ненароком душевной боли человека. То есть мы втроем в страхе. Ага. Елена, что-то скажете? Ну, для меня этот страх... Ну, как будто бы я тебе сказала, что это точно тот фон или естественное сопровождение пути какой-то. и в этом страшно, ну, как бы в смысле, в этом не очень приятно признаваться, как будто бы я на будущее и думаю себе, что так и будет всегда, что, ну, любой новый шаг – это шаг в неизвестность. И эта, ну, такая чувствительность, она как будто бы сохраняется, но при этом предыдущий опыт дает основания, что если я это не сделаю, то так и буду бояться. Когда я это делаю, это проходит. Ну, как-то так. И я очень спутанно, получается, обозначать эти все переживания, потому что, ну, вербально, в смысле, к словам говоря, путаются. В том числе в питательной публичности. Как бы это такая, наверное, основная часть, что писать в моем себе в дневнике чего-либо легко, достаточно легко описывать состояние, проговаривать то же самое, глядя в глаза другому человеку, ну, как будто бы на порядок тяжелее. А разговаривать с вами сейчас, предполагая, что это еще слышат, и это совершенно неконтролируем уже какие-то вещи, но это еще сильнее подорожество. Спасибо, Лен, за звонок. Я надеюсь, что вы к нам еще присоединитесь. Мы немножко поразговариваем здесь, может быть, с Еленой порассуждаем, и ждем еще вас в студию, да? Ну, да, если будет желание, можно будет вернуться и позвонить. Нам бы переварить сейчас то, что вы сказали, ну, как-то представить и другим, может быть, зрителям, слушателям, да? Вы что-то сказать хотели? Я хотела сказать, что для меня вот этот звонок Елены это такая большая смелость, и это большой кредит доверия не только нам, но и другим телезрителям, которые нас сейчас смотрят, сидя, возможно, дома, понимая или не понимая, к чему мы все эти разговоры ведем, какие смыслы в этом можно найти, как это можно применить к себе, но тем не менее. Мне понятно, почему Елену будоражит. Меня это тоже будоражит. Да. Про доверие хотел еще сказать, идею, пока я не потеряла ее. У меня возникло такое ощущение, что довериться страшно, ну, принести свою болезнь, да, или принести свой страх разговора о болезни, но при этом очень большое желание это доверие, ну, протестировать, привнести его, и не только вот в коммуникацию, где один на один со специалистом, а действительно в публичное пространство. А может быть установить связи через болезнь? Да, я, наверное, вот что скажу. Ну, хотя вы, Елена, меня представляете в начале каждой передачи как врача-психотерапевта, но это задает тон всей передачи психотерапевтический, врачебный. Я еще добавляю высшие категории. Да. Вот, но я хочу вот о сегодняшней нашей истории говорить не только с медицинских понятий, рассматривать страх не только в качестве болезненного какого-то, да, то есть чего-то, ну, с чем нужно бороться, чего-то, с чем нужно, что очевидно является неприемлемым, и что надо уменьшать. Ну, то есть я имею в виду, что здесь такой какой-то подход, почти автоматизированный, может сложиться страх, это плохо, тревога, это плохо, и, ну, именно в медицинской модели. Вот находясь, ну, у нас есть такое понятие медицинская модель, да, может быть, из тех, кто телезрители, кто не знает, у нас, мы в разных моделях существуем в обществе, в юридической модели, да, в гражданской модели, в медицинской модели, ну, там все в модели роли распределены, кто врач, кто пациент, взаимодействие между людьми регламентировано определенным образом. Вот в медицинской модели, вот все так и есть. Но находясь в студии, мы находимся не в медицинской модели, мы находимся, ну, как минимум, в социальной модели. То есть я здесь без халата, это не терапевтическое пространство. И Елена, на мой взгляд, делает... Алексей, вы же знаете, психотерапевт свое терапевтическое пространство и поле носит с собой всегда. Не знаю, это дискуссионно для меня. Я могу сравнить, ну, может быть, тот, кто лепит горшки из глины собственными руками, эти руки носит с собой всегда, но это не значит, что он все время лепит горшки. Я так думаю. И для меня хороший психотерапевт, хороший специалист, как и любой другой специалист, это не тот, который... Помните, как у Марка Твена, по-моему, было, да? Когда в руках гвоздь, молоток, все вокруг превращается в гвозди. То есть если я стал психотерапевтом, мне всех хочется полечить. Везде я вижу искажения, везде... Но это может быть такая болезнь на начальных этапах. Я вооружился инструментами, и мне очень хочется этими инструментами все проверить. Вот. Я вернусь. И я думаю, что медицинские вопросы, если они есть, Елена, вы и я, еще кто-то будем решать по назначению. Да, но здесь я вот к чему ведусь. Здесь есть вот этот какой-то важный для меня социальный компонент. То есть Елена говорит ведь не только о медицинском страхе, не только о страхе, как мне показалось, ну, наличия какого-то заболевания, но еще и о социальном страхе нас друг друга. То есть мы боимся друг друга в публичном пространстве, в пространстве разговора, в пространстве выражений, в пространстве публикации себя какой-то, да, предъявления себя. А у меня вот это. Елена отчасти, мне кажется, рассказала нам всем, может быть, людям о тех мифах или о тех пониманиях, которые мы в себе носим. Ну, первое, там, ты не должен говорить о своих слабостях, да, иначе тебя забьют, заклюют. У этой мысли есть же основания. Она же не появляется из ниоткуда. Я думаю, что эта мысль имеет много оснований. И если мы сейчас уйдем, ну, будем искать основания, мы, в общем, отчаянно потратим время. Я с вами абсолютно согласен. Я думаю, что здесь есть и личностные основания. У каждого из нас своя история. У нас есть какие-то микросоциальные основания. У нас есть самарские основания. Я не знаю. Я опять хочу к этому привести. И люди об этом говорят. И можно понаблюдать, как мы в нашем городе говорим друг другу открытые вещи. Вот я прям такое городское пространство беру, да. Потому что люди, которые по разным городам двигаются, безусловно, нося себя из разного города в разный город, какой-то разный климат ощущают, да. То есть, насколько открыто или не открыто пространство. Насколько я привношу этой открытости, да. То есть, вот для меня то, о чем говорит Елена, это про нас всех. Это не только про нее. Это про нашу студию. Можно ли сюда позвонить и сказать о чем-то, что меня беспокоит, о каком-то страхе. Не запишут ли меня сразу в сумасшедшие, в больные. Скажут, а, ну, ей надо лечиться, попить что-нибудь. Или надают советов. То есть, или у нас есть страх публичных коммуникаций, ну, общения друг с другом, который мы, допустим, ну, так стыдливо прячем. Елена тоже говорила о стыде, да. Вот вообще стыдно как-то позвонить и себя обнаружить. То есть, обнаружить вопрос можно. Вот для меня это очень хороший вопрос. И для меня, и для горожан. Я еще услышала, стыдно, ну, может быть, обобщу, конечно, вот быть неполноценным в какой-то промежуток времени, во время болезни, неважно, там, да, это короткий промежуток занимает, или это какое-то хроническое заболевание. Стыдно говорить о своей инаковости. В общем, да. Тут вопрос то, кто полноценный. Кто может про себя сейчас сказать, заглянув в свои внутренности в физическом и психическом смысле, сказать, что он полноценный. У нас у всех есть какие-то зияющие дыры, которые можно воспринимать как таковые, если прикладывать к нам лекала идеала, да. Кто из нас идеальный человек? У каждого есть. Здесь вопрос, во-первых, вот, ношение этого идеала и трансляции его друг к другу. Я сейчас намеренно все-таки на социальном уровне об этом говорю, не на медицинском. Вот. И о том, как мы друг друга подкрепляем, а мы подкрепляем, вероятно, о том, что, ну, нужно говорить только о позитивном, о сильном, о достижениях. Или даже если хотя бы, ну, такая модная сейчас сторона, если ты говоришь о своих недостатках, то ты говоришь о них с иронией и некоторым таким высокомерием, показывая, что, в общем, ты все свои недостатки знаешь, ну, и показываешь, как ты к ним относишься. Ну, мол, грешен, вот, как и все люди, да. Давайте вместе похихикаем. Возможно, это способ, указывая на дни недостатки, отвести взгляд людей от других своих недостатков, которые не особо хочется признавать. Да, вот тема страха и тема недостатка, тема, тоже интересная ведь тема, страха много, то есть это избыток ведь чего-то, а это одновременно недостаток. Если не углубляться в основание, что питает этот страх? Ну, кроме того, что вокруг много таких же боящихся, но они кто-то успешны, кто-то менее успешны, компенсированы и вот научились как-то это прятать или сокращать этот период переживаний? Ну, вот я начал, вряд ли что-то новое, что питает несколько факторов. Личностная история, личностные особенности, микроокружение, ну, то есть то, каким человек родился, хотя бы в силу психофизической своей конструкции, да. Мы рождаемся кто-то более тревожный, кто-то менее тревожный и так далее. Я думаю, наши зрители об этом знают. Семейные ситуации, безусловно, имеют к этому отношение, да. У кого-то в семье приняты с самого детства доверительные разговоры. Разговор по душам, как наша с вами передача называется, да. В каких-то семьях не принято не потому, что это неправильно, но просто, может быть, такой категории нет. Люди не понимают, что это такое, да. Независимо от бэкграунда, что можно сделать? Можно ли и нужно ли это делать? Я думаю, что вот Елена показывает пример того, что нужно делать. Я думаю, что она присоединяется к нашему примеру. Но вот этот разговор, попытка, вот эта пошаговость, о которой Елена сказала, да, то есть я сначала была немой, ну, может быть, я тогда не могла никому говорить. Потом я поговорила об этом с каким-то близким окружением. Потом я поговорила, может быть, об этом со специалистом, да, я набралась смелости. Сейчас я могу об этом говорить на, ну, там, в пределах вот тех людей, которые смотрят эту передачу, да. Я думаю, что их немало. Вот. И быть услышанной, и получить какие-то, может быть, в ответ кто-то позвонит и сейчас скажет, а вот вам звонила там женщина, да, или кто-то после передачи Елене что-то скажет. Ну, вот мне кажется, что это и есть ответ. Такой вот знакомиться с этим пространством. Я бы даже не сказал, что это... У нас звонок, Алексей. А, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Как вам обращаться? Ой, Лера Андреевна, вы знаете, у меня больной вопрос. У меня внук учится в педшколе, и ему 12 лет. И я за ним стала замечать такие вещи, которые были и у сына. Ну, как-то раньше было не принято, да, все это по поликлиникам, к психиатрам ходить. Может ли, по наследству ребенку передаст от отца такие вот вещи? Какие-то тлонения. Если ребенок уже учится у нас в педшколе, ну, я не имею в виду. Но я за ним замечаю такие вещи, что были раньше у сына. Может ли передаться по наследству? Да. А, скажите, а если вы узнаете, что может передаться, что вы будете... Ну, то есть, как вы хотите распорядиться этой информацией? Как распорядиться? Никак. Я уже совсем не верила. Я могу просто помочь и сыну. Я уже к этому готова. Я по-любому их обоих люблю. И внука. Ну, все, ну, как вот. Может быть, все-таки докторам посоветов, как мне себя с ними вести. Ага. Все-таки это ведь два разных вопроса, да. Может передаться по наследству? Или как мне себя с ними вести? Вы нашли, наверное, более важный для себя вопрос. Потому что может ли передаться по наследству? Ну, возможно, может. А что делать с этой информацией? Оказывается, что особенно ничего. Даже если нет, перед глазами факт повторения, да. Если как маме, как бабушке Вере Андреевне видно. То есть, действительно. Вера Андреевна, а вы спрашиваете, как себя вести, но вы имеете в виду, что это как-то может на них повлиять? Или... Может быть, где-то я, мое поведение вызывает вот эти всякие негативные вещи. А этого я не хочу. Я хочу как-то подойти грамотно, что ли, как. А вы что-то по этому поводу читаете, с кем-то общались, консультировались по поводу... Ну, я просто ваши часы передачки смотрю и просто, ну, с врачами так вот периодически общаюсь. И вот просто неудобно всем-то рассказывать. А в душе это боль у меня постоянно так и как за носа торчит. Вера Андреевна, я позволю себе совет прямо сегодня. Не часто это бывает. Я позволю себе такой совет. Найдите хорошего семейного специалиста, семейного психолога. Хорошего в смысле, ну, можно про него что-то почитать. Может быть, кто-то из вас, из ваших знакомых ходил. То есть, человека, который может рассказать, как какие-то... Как элементы в семье, да, члены семьи влияют друг на друга. Как особенности общения друг с другом влияют. Ну, в любом случае, эта информация будет для вас вот той самой, может быть, ориентирующей, да, что происходит и каким образом не только вы участвуете. Вот этот вопрос очень болезненный. Я знаю, когда люди говорят, как я участвую в том, что вот происходит, ну, не очень приятно. Вы готовы 100% этой ответственности взять на себя, хотя там это многофакторные вещи чаще всего, где влияет среда, где влияют другие родственные связи и отношения. Елена, очень часто 100% не ответственности, а вины получается. И мне кажется, что здесь речь идет, ну, мне, может быть, ухо мое подсказало, речь идет о вине. А вина очень тяжелое чувство. Оно заставляет человека, ну, не говорить о каких-то вещах, чувствовать себя одиноко и так далее. Вот, действительно... В спросе, может быть, у Веры Андреевны испытывает она? Вера Андреевна, вы испытываете чувство вины в виде вот эту повторяющуюся модель поведения? Я не вины чувствую, а хочу просто помочь. А как помочь? Я вижу, что и у сына такие вот вещи, и у внука стали проявляться. Ну, может, где-то я, по-моему, не вовремя скажу это слово. Может, неправильное поведение. Хочется как-то не в честь эту ситуацию. Угу. Угу. О своем желании этом вы разговаривали с сыном, с внуком, о своих переживаниях? Нет, нет, я не говорю об этом никогда никому ничего. Просто оно в душе, просто не знаю, как вот лучше-то быть. Вера Андреевна, а почему с сыном, ну, это не совет, а так вопрос, вот, почему, ну, вам показалось, что это недостойно обсуждения? Я так понимаю, сын уже взрослый, ну, внук еще подросток, а сын уже взрослый. Ну, как-то, вы знаете, я хочу об этом поговорить, стараюсь приблизиться к этой теме, но я как-то из-за рекордства это, чтобы не резко вот так вот. Как я слышу, речь снова о страхе, страхе коммуникации, да, перекличка есть с темой Елены. Ну, действительно, наверное, Вера Андреевна, нам сложно давать рекомендацию такую предметную, да, разложить по полочкам, как вам поступать, выход, обратиться к специалисту, кому вы сможете доверить свою историю и посмотреть уже, исходя из каких-то фактов семейных. Вера Андреевна, мне кажется, Елена очень хорошую штуку, как это сказать, начала, спросив вас про общение с сыном. Вот сейчас попробую мысль эту выразить. Иногда, как сейчас, вот я, например, сказал, а пойдите-ка к специалисту и он, ну, с ним обсудите этот вопрос. Может быть, это будет слишком большим прыжком, может быть, действительно, первым шагом, хорошим шагом, и вы уже его сама делаете, готовите, будет какой-то разговор с сыном, издалека ли, несколько попыток вы делаете, но все-таки к этому приходите. Разговор с сыном о том, что вас беспокоит, и, возможно, вы обнаружите, что это его тоже беспокоит, потому что я так понимаю, что речь идет о сыне сына, то есть этот внук, это, да, вот, сын сына. Мне кажется, здесь можно еще добавить в качестве рекомендации попытаться рассказать об этом через собственные переживания, через так называемые «я-сообщения», когда мы говорим «я переживаю том-то, том-то», потому что, ну, бывает сложно в коммуникации удержаться в этом, чаще мы переходим на обвинение, когда говорим «он похож на тебя», или «ты себя так же вел», и «он так же себя ведет». А если попробовать, что я вижу со стороны и переживаю, мне больно, я хочу попытаться это изменить. Ну, возможно, да, возможно. И я думаю, что, возможно, речь еще идет о том, вот, может быть, мы с вами чуть-чуть завесу это приоткрываем. Спасибо, Вера Андреевна. Да, спасибо. Что не очень понятно, а что происходит. То есть изначально вопрос был, может ли передаваться что-то по наследству? Может. Мы не знаем, в чем и как обстоят дела. Это тоже, возможно, способ зайти в вопрос, но так вот немного обходным путем. Да, немного обходным путем. Мало того, если Вера Андреевна рисует эту семейную линию, ведь над сыном еще находится она и ее супруг. Вот, то есть это длинная история, где разбирать приходится не одно поколение, а сразу как минимум три. Вот, и приходится очень много узнавать нашим пациентам, клиентам, когда они приходят вот с такими сложными обнаружившимися вопросами, да, что происходит. И вот я хотел сказать просто, да, в заключении этого вопроса, что помимо поведенческого вопроса, что с этим делать, еще стоит такой информационный вопрос, что вообще происходит, откуда это все взялось. Спасибо нашим телезрителям за активность. Мы просили в начале передачи, у нас были звонки, откликнули. Спасибо вам большое, Алексей, за эту беседу. Всего доброго. Смотрите на следующий вторник. Не забывайте о том, что у нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Разговор по душам Самары Гиз», где можно задавать свои вопросы. Всего доброго вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин